МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как выгодно расстаться с застоявшейся постройкой, выяснил Александр Гришаков. Два месяца назад их было на 60 больше. Сейчас в картотеке Ленинского округа числится 950 металлических гаражей. Самовольные постройки посчитали, чтобы затем снести. Фотография, владелец, который был установлен нами, то есть его контактные данные и вообще в процессе, то есть в каком процессе находится данный гараж. То есть там передан суд, там решения по нему есть. То есть все это указано у нас в базе. Красным отмечены убранные гаражи, желтым те, что готовят к сносу. Есть на этой карте и пустые места. Это так называемый бесхоз. Задача управ – выявить всех владельцев. Для этого и клеят уведомления. На улице Игримской во дворе стояло два десятка самовольных построек. Осталось шесть. Почти у всех есть хозяева. Но они тянут с вывозом. А между тем управляющая компания уже давно могла построить здесь парковку. Если владелец сам добровольно не вывез, администрация собирает пакет документов и направляет в суд о принудительном демонтаже уже гаража. Судебные приставы вывозят, занимаются тем, чтобы владелец демонтировал металлический гараж. До суда доходят только самые упертые. Но и им в итоге приходится распрощаться с гаражом. К тому же они оплачивают штраф и исполнительный сбор. А все потому, что гаражи во дворах стоят незаконно. Земля под ними государственная. И договор аренды, если и был, то сроки его давно вышли. По правилам благоустройства, все самовольные конструкции нужно убирать. Куда деть свой металлический гараж сейчас главный вопрос у всех собственников. Многие пытаются продать их в интернете. На популярном сервисе только за последние два дня 11 объявлений о продаже металлических гаражей. Разброс цен тоже велик. От 18 до 55 тысяч. Дешевые конструкции расходятся, как горячие пирожки. Те, что подороже, пылятся в ленте месяцами. Многие увозят гаражи на дачи или сдают в металлолом. Сергей Подшивалов давно чистит город от ржавого мусора. Помогал освобождать место под развязку на улице Монтажников. Сейчас носит конструкцию в Калининском округе. Правила простые. Всю выручку от сдачи чермета делят с хозяином пополам. Каждому прочитается от 5 до 7 тысяч рублей. 8-800 тонн. Правильно у нас в среднем по городу. Недавно цена падает, по-моему, больше было 10. Вот. И тонны полторы гараж весят. Ну, до 5 тонн было их гаражей. В ближайшие годы из дворов Тюмени уберут все металлические гаражи. В этом заинтересованы и сами жители. Чем быстрее вывезут самовольные постройки, тем раньше во двор придет капитальный ремонт. Александр Грешаков, Максим Плюхин. Тюменское время. Кстати, именно отсутствие капитального ремонта во дворах увеличило число штрафов за парковку возле домов. В 2015-м их набежало аж 43 миллиона, что на 40% больше, чем в предыдущие годы. А связано это с тем, что оставляют водители машины на газонах, которые и газоном-то назвать нельзя. Ни травы, ни бордюров. Заезжая во двор, сразу и не определить, что здесь место для клумбы, а не для авто. Как правило, парковка транспортных средств на дворовых территориях осуществляется на неполностью, либо на необустроенных территориях. Единичные случаи, когда обустроенный газон, обордюренный полноценный газон, и туда заезжает транспортное средство. Давайте вот это вот честно признаем, когда посмотрим на территорию. Нужно тут комплексно работать, создавать условия для того, чтобы они не парковались, а потом уже в большей степени закручивать гайки. Поэтому, уважаемые водители, пока еще не зацвела тюмень в каждом дворе, смотрите внимательнее, где ставите машину, иначе штраф. Парковки создают и в рамках плановых дорожных работ, а вот где идут ремонты, подскажет наш теленавигатор. Итак, всю неделю рабочие будут трудиться на улице Дамбовской, поэтому ее лучше объезжать. В этом же районе подобная картина и на Западно-Сибирской. Дорожное полотно меняют от Тополиной до Лиссабазовской. А вот из-за строительства съездов на развязке ограничили движение по улице 30 лет Победы, от Олимпийской до Проезда Монтажников. До конца июля закрыли небольшой участок на улице Малозагородной, что в районе Александровского сада. В этом же районе меняют асфальт и на Северной, поэтому один ряд от Ленина до Герцена закрыт для движения. Сверяйтесь с нашим теленавигатором и не теряйте время в пути. А вот куда в этом году дороги завели абитуриентов, узнаем в обзоре событий. Мои коллеги коротко о важном. Объем инвестиций в основной капитал Тюмени впервые за 5 лет сократился. Снижение составило 8,4%. При этом размер бюджетных инвестиций остается стабильным. Растет доля участия предпринимателей собственными средствами. Есть два факта. Первый, он психологический, как сейчас модно говорить, экономика привыкает к новой реальности. И второй, это отсутствие реальной возможности привлечения заемных средств по комфортности для инвесторов ставки. Тем не менее, реестрационных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в городе Тюмени, не сокращается. Отметим, что по итогам Петербургского экономического форума Тюменская область заняла 5 место в национальном рейтинге инвест-привлекательности регионов. В Тюменской области вырос престиж рабочих профессий. Это демонстрирует нынешняя приемная компания. Все больше выпускников с высоким баллом аттестата подают документы в средние учебные заведения. А конкурс на некоторые специальности в тюменских СУЗах сравним с конкурсом высшие учебные заведения региона. Так, в Тюменском лесотехническом техникуме и в техникуме строительной индустрии за каждое место на определенной специальности борются уже по 6 человек. Отметим, что в этом году резко возрос интерес выпускников и к педагогическим направлениям в тюменских колледжах. Приемная компания продлится до 15 августа. Еще одна лаборатория робототехники откроется в Тюмени. В гимназии номер один в ней будут заниматься ученики 7-10 классов, причем в студию примут всех желающих и из других школ города. Занятия начнутся 1 сентября и будут бесплатными. Деньги на оснащение выделены из регионального бюджета. Детей будут учить работать на 3D-принтере, создавать и программировать роботов. А теперь о самом главном в жизни – нашим здоровьем. Тюменцы стали переживать, ведь специализированных центров, отвечающих за наше самочувствие, в областном центре осталось всего три. Но при этом у пациентов появились новые преимущества. Какие имена, разбиралась Юлия Сауляк. Центр здоровья на улице Широтной месяц как закрыли. Теперь здесь филиал 12-й поликлиники. А надо будет и то, и другое. И поликлинику тоже. Хорошо, что я вот здесь поближе живу. Поближе стало почти для 2000 жителей микрорайона, которые раньше к врачу добирались на автобусе. Мне приходится сейчас ездить. Нам удобно. Сдавала кровь. До этого приходила на прием. Без очереди. Но центр здоровья пациенты до сих пор спрашивают. И некоторые обследования здесь по-прежнему можно пройти. Здесь можно сделать спирографию, тоннометрию и кардиограмму. Если свободное время, обязательно примем. Сейчас подошла пациентка без записи. Я ее приняла. Всего же в новой поликлинике разместились шесть участковых терапевтов. Принимают с 8 утра до 8 вечера. Работает и процедурный кабинет. Та же самая диспансеризация профилактическими досмотрами, скрининговые виды исследования. В принципе, все, кто сюда приходят и приходили, и здесь обслуживаются, они очень рады тому, что сейчас, на сегодняшний день, мы к ним стали ближе. А в Центр здоровья придется отправиться на московский тракт. Новшество появилось в связи с приказом Минздрава. Теперь за каждым таким учреждением должно числиться не меньше 200 тысяч человек. Мы сейчас обслуживаем население поликлиник 12, 14, 17 и отделенческая больница. В том числе и наш. План ежемесячно у нас более тысячи человек. Ажиотажа в коридорах пока не видно, но за неделю полторы сотни пациентов приходят стабильно. Как и раньше, основная цель – выявить факторы риска. Сейчас я узнаю, сколько во мне лишнего жира, лишней жидкости и соотношение костей и мышц. Компьютер все это посчитает буквально за минуту. Но к тем, кто добраться в Центр здоровья не сможет, специалисты приедут сами. График работы с поликлиниками-партнерами уже составлен. Мы будем выезжать совместно с ними в организации предприятий для обследования. Ну и аналогично мы хотим выезжать на место в поликлинике с представлением площадей, и, конечно же, для нашего оборудования и обследования приписного населения тех поликлиник. А на широтной медики даже вышли на улицы, чтобы рассказать пациентам об изменениях в Центр здоровья по новому адресу. Кое-кого пригласили и лично. Не могу сказать точно. Да? Ну подумай. Юлия Сауляк, Евгений Проскуряков. Тюменское время. А теперь о премии, которую учредили сами медработники. Эту награду самой важной для врача считает и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Лауреатом от Тюмени в прошлом году стала сердечно-сосудистый хирург областной клинической больницы номер один Лусине Арутюнян. Кто из ее коллег претендует на победу в этот раз, узнаем в следующем материале. Николай Сипачев Он был старом в реанимации, а к четвертому курсу академии понял – хирург – это его. Интерес и профессиональный азарт вызвала неразвитая в 2000-х годах в Тюменской области эндокринная хирургия. Впереди перспективы и освоение новых малоинвазивных методик. Вставать я посмотрю. Отека шеи нет. Ну да, уже получше. Это такое отделение, я просто в таком восторге, если можно так сказать, в больнице. Потому что доктора замечательные. Николай Вячеславович просто вот прям, я не знаю, во волшебник, я бы так сказала. Для пациентов он точно полубог. В 30 с небольшим хирург Сипачев вошел в топ 100 самых выдающихся молодых людей Тюмени. Коллеги выдвигают его на федеральную премию в номинации «Карьера». Правда, об этом Николай скромно промолчит. А такие, говорят, руки из того места растут. Так вот у Николая руки растут из того места, и голова у него светлая. Всё у него получается. И получалось сразу. На счету Николая полторы тысячи операций по эндокринологии. Сейчас в приоритете эндоскопические вмешательства без разреза на шеи. А ведь несколько лет назад, когда начинали, в России никто не мог дать тюменцам мастер-класс. Надо сказать, руководство нашей больницы имеет чувство перспективы. И пригласили профессора Мартина Штрика из Берлина, из Гелиос клиники. К нам сюда он приехал, показал эти операции, как они выполняются. Когда пациенты говорят, что им посчастливилось оперироваться именно у этого хирурга, такие врачи и должны претендовать на национальную медицинскую премию. Анастасия Лизаревич, Ксения Волкова, Александр Вележанин. Тюменское время. Ну а теперь молодым врачам региона открылась новая перспектива. Развитие направления по экстракорпоральному оплодотворению. В Тюмени даже построят многофункциональный госпиталь «Мать и дитя». Губернатор уже подписал соглашение с крупной медицинской компанией. Объем инвестиций – 3,5 миллиарда рублей. Открывая современные высокотехнологичные медицинские центры в регионе, мы даем возможность получить высококачественную медицинскую помощь не только жителям Тюменской области, но и соседних регионов, что в современных экономических реалиях становится очень востребованным. Этот центр дополнит создаваемый в регионе кластер высокотехнологичной медицины. Спонсор программы, точнее, клиника эстетической медицины «Биосвиз». Инновационные технологии на страже красоты и молодости. Красота и молодость без операций. Все лето клиника эстетической медицины «Биосвиз» дарит выгоду до 30% на любимые инъекции и до 20% на процедуру для гладкой кожи, тела и лица. Звоните 55 55 90. Это еще не все на сегодня. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части выпуска. Маловато лукошка. Лето выдалось весьма ягодным, где в Тюмени почти бесплатное изобилие малины. Громкий уход. В областной столице в последний раз прошел турнир «Большой шлем». По зернышку, по семечку. Как на Тюменской земле праздник плуга «Сабантуй» отметили. Это точнее. Спасибо, что вы с нами. Виталий Мутко заявил о распуске футбольной сборной. Министр спорта России вынужден держать ответ перед болельщиками. Инициатором крайних мер стал тюменец Артем Хасанов. Его петиция уже попала в управление президента, откуда автора уведомили. Документ спортивные чиновники будут тщательно изучать. Его подписали уже почти миллион россиян. Последней каплей стало видео, где наши футболисты отмечают выступление на чемпионате Европы в одном из лучших клубов Монте-Карло. Там они потратили 250 тысяч евро только на шампанское. Народное негодование сподвигло Виталия Мутко хоть как-то отреагировать. Но вот с вопросом, как реформировать российский футбол, спортивный министр почему-то обращается к тюменцу. Меня крайне удивляет. Я сразу заявлял, что я не футбольный эксперт. И с министерства задавать мне такой вопрос, это по меньшей мере расписывается о своей некомпетентности. Зачем перекладывать это все на плечи человека, который говорит, что я не профессионал. Виталий Мутко также сообщил, что готов лично встретиться с тюменцем. И еще об одном спортивном событии, только радостном. Две бронзы, два серебра и золота принесли в копилку российской сборной по дзюдо тюменские спортсмены. В областной столице в последний раз прошел турнир «Большой шлем». Как с ним болельщики прощались, расскажет Лариса Соловьева. Фото с татамиком на память. В Тюмень он больше не вернется, поэтому даже сдержанные фанаты дзюдо не могут пройти мимо. Именно сдержанность – ключевая характеристика болельщиков. Эта группа волонтеров работала на всех крупных соревнованиях в Тюмени. Их задача – активизировать публику. Но поклонники борьбы сами знают, что и когда делать. Здесь немножко другая атмосфера. Здесь она более такая, скажем, контрольная. Люди уже сами знают, где нужно что сказать, крикнуть, где поаплодировать. Достаточно сами контролировать себя и ориентироваться. Захват, захват. Болельщики с мест подсказывают спортсменам. Всем залом скандируют только Россия. Большинство фанатов сами занимаются дзюдо. Полина со своей тетей тоже здесь не случайно. Девочка ходит на борьбу уже пять лет. Впрочем, выбора у нее особого не было. У меня просто папа там работает. И мама тоже. И просто близко к школе, и поэтому я на дзюдо пошла. Воспитанники школ под дзюдо заняли большую часть мест. Кирилл с шести лет. На татаме он сам уже принимал участие в соревнованиях. И подсказки зрителей уверяет – ничего не значит. Спортсмен думает, как бороться. Он не смотрит на трибуны, ни о чем не думает. Думает только о борьбе. Продавцы сувениров, которые путешествуют за всеми турнирами, отмечают – здесь дудки и трещотки не в почете. А на память чаще берут магниты и футболки. Они более спокойные. И если, допустим, на биатлон приходят и говорят – дайте нам вот этот парик, мы там весело все будет, сейчас приходят. Нет, это слишком весело. Нам не надо такое. И только совсем юные решаются на эксперименты. А нам тут просто, не знаю, мы решили вот так вот выглядеть, чтобы нас видно было сразу. За три года популярность дзюдо в регионе значительно выросла. Больше пяти с половиной тысяч человек занимаются этим видом спорта. Секции работают в 12 муниципалитетах. Большие соревнования работают лучше любой рекламы. Мы получили огромный опыт в использовании нашей инфраструктуры, которая есть, в том, как необходимо проводить такие серьезные мероприятия. Эти три года были потрачены не зря, и мы получили массу положительного эффекта. Теперь, когда среди молодежи дзюдо популярно, Тюмень будет добиваться проведения юношеских чемпионатов. Лариса Соловьева, Максим Плюхин. Тюменское время. Впору вводить и ягодный чемпионат среди дачников. Уж больно урожайное лето выдалось. Излишки малины и земляники садоводы продают буквально на каждом углу. Вот только цены на такие десерты весьма высоки. Однако можно и самим собрать. Надо только знать места. Покажет Карина Закирьянова. 600 рублей. Это за сколько? 3 литра. Берут еще как, очень даже берут. А вы где это собираете? У меня дома растет. Да, и на даче. 200 рублей за литр свежих ягод. Дачники приезжают на популярные торговые места с самого утра. Собранные накануне сбывают за несколько часов. А тем, кто не готов стоять на улице, предлагают сдать излишки урожая за небольшую плату. Сбор проходит по выходным. Места и закупочные цены указаны на экране. За вишню предлагают 35 рублей за килограмм, черную смородину 40, яблоки 15. На тюменских форумах многие посчитали, что это слишком дешево. Насмешили с ценами. А чего не даром отдавать? Пенсия ни о чем и еще выращенная даром отдавать. Купят по рублю, продадут по 100. Бизнесмены. Я сам бы купил такой ягодки. Закупом занимается тюменская фирма, которая реализовывает на рынке замороженные ягодные смеси. Акцию по сбору садового урожая они организовали совместно с администрацией города. Цена закупа, она согласовывалась с департаментом. Ну, может быть, кто-то и хотел бы продать дороже. То есть мы все работаем ради денег. Поэтому кто-то, может быть, хотел бы видеть и более выгодные закупочные цены. Но цены согласованы и утверждены. Продавать собранное втридорого тюменцам не будут. Эти смеси пойдут в социальные учреждения, детские сады и школы. Горожанам, не имеющим дач, придется все же покупать ягоды на стихийных рынках или собирать самим. Причем тихую охоту можно устроить в черте города. Например, ягодным местом считается питомник напротив онкодиспансера в районе Дома обороны. Была малина, а больше я не видела ягод никаких. Грибы были. Это просто вот сюда зайти надо, да? Да, да. И пройти вот туда, наискосок дома, на бакинских комиссарах. Ягоды мы нашли, но только на стоянке. Я не знаю, я дома набрал, своим завез, а их дома нету. Ну и я говорю, продам пока, жду этих. Еще одно ягодное место – питомник возле села Лугового. По дороге к населенному пункту справа будет садовый центр. Перед ним надо свернуть направо. Дорога приведет к питомнику. Местные уверяют, что надо всего лишь заплатить за вход, и можно собирать ягоды. Все, что мы нашли – это вот такие небольшие островки малины. Ягода крупная, спелая. Никто за вход денег с нас не брал. Возможно, дальше есть питомник, про который все говорят. Но дорога размытая, и мы не можем туда проехать. Также можно изучить Гилевскую рощу. Там точно собирают земледнику. Вот-вот должна поспеть дикая малина. Кайрина Закриянова, Евгений Проскуряков, Тюменское время. Двоица или даже троица в глазах. Так казалось всем в субботу днем на Цветном бульваре. В Тюмени вновь прошел парад близнецов. Он стал вторым в истории нашего города и собрал больше 600 участников. Самым младшим было всего полтора месяца, старшим 65 лет. Мы уже не дурим. Не дурим они, потому что нас знают. Дурили в школе. Дурили в школе. И учились, когда получали первое образование в техникуме. Значит, ни я, ни Лена не учили вместе одинаковые предметы. Если я, допустим, сдавала машиностроение, то она сдавала станки. Если она сдавала станки, то я сдавала сапраматы и так далее и тому подобное. Добавлю, после парада на Цветном бульваре открыли новый арт-объект, олицетворяющий тюменских близнецов. Впервые тюменцы пытались попасть в Книгу рекордов Гиннеса в 2012 году, устроив массовый перформанс с зеркалами на музейной ночи. В очереди тогда насчитали полторы тысячи человек. В 2013-м жители областного центра ставили уже пищевой рекорд. На бутерброд длиной 66 метров ушло 350 килограммов колбасы и хлеба, 8 ящиков салата, 30 пачек кетчупа и столько же майонеза. А 14 февраля того же года у моста влюбленных сделали самую большую валентинку в мире. Сердце площадью 2000 квадратных метров собрали из 1300 фотографий влюбленных. Писали Тюмень в истории наши моржи. 29 человек за сутки без остановки проплыли 40 километров. В 2015-м в Книге рекордов России зафиксировали наше спортивное достижение. Сразу 300 человек одновременно подтянулись 10 раз под общий счет. Свои рекорды ставит и трудолюбивый татарский народ на традиционном празднике плуга Сабантуи. Он связан с окончанием посевных работ и поэтому ни одно гульяне не обходится без состязаний. На этот раз национальные подворья представили сразу 10 муниципальных образований. Такого праздника в Агайской земле не видела уже более 20 лет. Эта территория, где живет самое большое количество татар в Тюменской области, впервые приняла у себя столько участников и гостей. А их было несколько тысяч из соседних районов и городов. Из года в год удивить членов комиссии становится все сложнее. Синой базар, где когда-то традиционно решали все общественные и политические вопросы, пришелся по душе всем. Район развивается, достаточно много интересных проектов, перспектив, но тем не менее развивается сегодня зерновое хозяйство. Поэтому, конечно, основной упор делается на развитие сельского хозяйства. Необходимо находить те точки соприкосновения в сфере импортозамещения, находить те или иные точки соприкосновения в тех продуктах питания, либо каких-то промышленных товарах, которые выпускаются на территории республики Башкортостан, и они должны быть представлены на рынке Тюменской области. И аналогично, что тюменский товаропроизводитель должен попасть на территорию республики Башкортостан. И, наверное, это одна из основных задач, которую мы ставим. Национальная борьба на поясах крэш, гиревой спорт, бег с ведрами – этим организаторы не ограничились. Открытый турнир по силовому экстриму «Арангул-Батырь» прошел в шестой раз. Нам очень понравился праздник, мы даже не ожидали такое количество народа. Все очень организовано, очень красиво, чисто, тоже стоит оценить, как народ относится к этому празднику. Хороший концерт, очень понравилось то, что артисты из разных районов. Год прошел напряженной подготовки, и вот сегодня можно подвести уже первые итоги. Фестиваль состоялся. Могу сказать, что в Багайском районе на стадионе такого количества людей, болельщиков, зрителей, участников не было. Я считаю, фестиваль прошел на довольно высоком уровне. Областной Сабантой традиционно завершился церемонией передачи флага следующему району. Главный национальный праздник 2017 года пройдет в Верковском районе. Лисан Хурматулина, Евгений Доценко. Тюменское время. И узнаем, вернется ли к нам знойное лето. Спонсор прогноза погоды Вензелинский завод керамзитового агравия. Все для строительства вашего дома. Строите дом, стройте с нами. Бетон, блоки фундаментные, стеновые, перегородочные, кирпич, кладочная сетка, кованые изделия. Плитка облицовочная, тротуарная, теплицы. Все для дома от фундамента до крыши. Заводское качество. Вензелинский завод керамзитового агравия. Итак, в Тобольске 19 июля день пройдет без осадков. Возможно, скопление облаков. Термометры покажут 27 градусов тепла. В тюме невероятность дождей сохранится лишь в ночное время, а уже днем ясно и солнечно. За окнами 29 градусов выше нуля. На этом у меня все. Берегите друг друга. И только хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok